МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обмен опытом Саров станет площадкой для реализации пилотного проекта ФМБ России. Зима дарует вдохновение. В библиотеке Маяковского прошел музыкальный вечер. Чемпион мира и Европы по боям без правил. В спортивной школе ИКАР новый тренер. Далее расскажем обо всем подробно. Саров посетили представители Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБ России. Делегация познакомилась с работой поликлиники номер 2 и детской поликлиники. Подробности далее. Вначале делегация научно-клинического центра посетила детскую поликлинику на Курчатово. Посмотрели отделение профилактики, центр детского здоровья. Затем приглашенные специалисты отправились во вторую поликлинику. Поговорили с врачами. Ирина Макарова и Игорь Лошманов рассказали об основных направлениях работы и планах на будущее. Мы посмотрели сегодня с вами детскую поликлинику. Сейчас мы побывали в цеховой поликлинике. И я повторяю, что здесь уже те направления, те задачи, которые перед нами ставят агенции, они уже реализованы в очень высоком уровне. Поэтому Северск просто их возьмет за основу, еще может направить потом своих коллег для более детального изучения вопросов и внедрит у себя. Визит представителей Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в наш город – это первый небольшой, но очень значимый шаг в реализации пилотного проекта. Его цель – выстроить взаимодействие между центрами и зато по одним лекалам, которые впоследствии смогут перенять подведомственные учреждения закрытых городов в присутствии Росатом. В каждом лечебном учреждении проблемы, в принципе, как и в всей медицине, свои. Но каждое медицинское учреждение находит выходы из сложившихся ситуаций по-разному. Поэтому посмотреть опыт других лечебных учреждений, чему-то поучиться, со своей стороны поучить, другие лечебные учреждения – это всегда хорошо. И по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства гости к нам приехали, посмотрели. Завершили насыщенный день подведением итогов в управлении КБ-50. В ближайшее время Саровская делегация отправится в Северск с ответным визитом. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. На второй неделе Нового года в Сарове зарегистрировано 495 случаев заболевания коронавируса. Это почти на 80% больше, чем заявлено в период с 1 по 10 января, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Подъем заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается и по Российской Федерации. За прошедшие сутки зарегистрировано более 30 тысяч случаев. По результатам тестирования в Москве у 75% заболевших COVID-19 выявили штамм Omicron. Он отличается высокой скоростью распространения в 5 и более раз быстрее, чем штамм Delta. Заболевание протекает в более легкой форме, чем при заражении другими штаммами, и летальность ниже в несколько раз. Вакцинированные переносят болезнь легче, чем непривитые. Вместе с тем число заболевших у ОРВИ в январе 2022 года снизилось по сравнению с декабрем 2021 года и находится на уровне сезонной. Но пик сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, согласно многолетним наблюдениям, наступает в конце января – начале февраля. Поэтому в условиях роста числа случаев COVID-19 существует риск осложнения эпидемической ситуации. Эпидемиологи обращают внимание горожан на то, что скорость распространения штамма микрон высокая, поэтому необходимо в обязательном порядке соблюдать все существующие меры профилактики COVID-19. Особое внимание профилактическим мерам следует уделить людям в возрасте старше 60 лет, беременным женщинам и лицам, имеющим хронические заболевания сердца, сосудов, легких почек, сахарный диабет и ожирение. Следующий понедельник, 24 января, в Сарове стартует студ-неделя. Студенческие сборные встретятся в товарищеских матчах по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Команды студентов сразятся в ночном квесте. Студенты-волонтеры примут участие во всероссийской акции «Снежный десант». Итоги студ-недели подведут на церемонии награждения 28 января в Молодежном центре. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Накануне крещенских купаний специалисты МРУ номер 50 ФМБ России напоминают гражданам, что воду из пруда Борового настоятельно не рекомендуется глотать. Также не рекомендуется купаться людям, имеющим повреждения кожного покрова и в течение недели прошедшим процедуру вакцинации от COVID-19. Вода в источнике Святого Владимира и в источнике Серебряные ключи соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и пригодны для питья. Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В списке противопоказаний, которые действуют бессрочно, остаются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и поствакцинальные осложнения, анафилактический шок, отек в месте укола, температура тела выше 40 градусов, судорожный синдром и так далее. 23 января на лыжной базе пройдет День снега. В этом году праздник зимних видов спорта называется Этнофест и будет посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Зимним Олимпийским играм в Пекине. В рамках Дня снега пройдет городской конкурс снежных скульптур и видеороликов. 16 января в Зале искусств библиотеки имени Маяковского состоялся музыкальный вечер «Зима дарует вдохновение». Преподаватели музыкальной школы имени Балакирева и Детской школы искусств исполнили произведения, посвященные русской зиме, быту и январским праздникам. Подробности далее. В небольшом библиотечном зале искусств воскресный вечер собрались родители и дети, школьники и студенты, преподаватели школ. Все они пришли не только для того, чтобы послушать или сыграть красивую музыку. Их объединил православный праздник святки. Приблизительно с 2011 года каждый год на святке в нашем зале проходят вот такие музыкальные вечера. Они имеют свои темы. Были вечера, посвященные опере, оперете. Были вечера, посвященные советской песне, музыке экрана. Тема музыкального вечера библиотеки имени Маяковского в этом году «Зима дарует вдохновение». Преподаватели музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств исполняли произведения, посвященные русской зиме, быту, январским праздникам. Андрей Стрельцов, студент Петербургской консерватории, выступил на вечере с романцем Сергея Рахманинова. После концерта исполнитель рассказал о своем личном отношении к классической музыке. Она помогает выразить то, что сидит внутри тебя. Возможно, кому-то не показываешь, а вот на сцене покажешь. Музыкальный вечер «Зима дарует вдохновение» согрел сердца саровчан в такое холодное время года. Ульяна Скородумба, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Выпускники детской школы искусств города Сарова приняли участие в зимней сессии проекта «Нуклеар Кидс». Ребята внесли свой творческий вклад в постановку новогоднего музыкального спектакля. Подробности далее. Волшебная история о приключениях школьников в сказочном мире стала темой зимней сказки международного творческого проекта «Нуклеар Кидс». В это мероприятие принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров госкорпорации «Росатом». Я езжу на зимнюю сказку с 2017 года, поэтому меня там уже все знают. Кастинг мы не проходим, он проходится летом, и поэтому в «Зимней сказке» могут участвовать люди, которые только бывали на летнем проекте. Анжелы Дорониной и Климент Берховец и выпускники детской школы искусств стали участниками сказочного мюзикла. Спектакль поставили на базе учебного центра «Сириус» в городе Сочи. После выступления в лагере ребята отправились в Москву, где их ждали гости из госкорпорации «Росатом». Мы ставили мюзикл буквально неделю, что-то вот прям около недели, а потом четыре дня, по три спектакля в день я показывал их в «Сириусе» и аналогичным же образом в Москве. О чем же была зимняя сказка? Девочка и мальчик, учащийся шестого класса, попадают в магическое измерение. Там они встречаются с Леонардо да Винчи, Николой Тесла и другими учеными. Все участники мюзикла погрузились в эту волшебную обстановку. Не знаю, с чем его сравнить, но там хочется побывать подольше. Просто одновременно с работой иногда не остается времени пообщаться. Особенно сейчас, когда нам нужно за кратчайшие просто сроки поставить спектакль. Времени, конечно, уже нет. В творческих проектах ребята участвуют не только для саморазвития, но и для получения новых знакомств и положительных эмоций. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. И снова на те же грабли. Новых способов мошенничества появляется крайне мало. Возможно, потому что в этом нет особой необходимости. Злоумышленники с легкостью выманивают средства, пользуясь старыми проверенными методами. В последнее время особо активизировались телефонные мошенники. Как правило, такие звонки поступают от якобы службы безопасности банка. И люди верят позвонившему, торопятся спасти свои средства и передают их прямо в руки преступников. Обмануть могут даже самого недоверчивого человека, позвав его по имени, отчеству, указав номер карты. Важно помнить, что на другом конце провода может быть неплохой психолог, для которого не составит труда усыпить вашу бдительность. К примеру, пожилые люди охотно верят позвонившему, если он представится сотрудником правоохранительных органов. Таким же образом мошенники могут попросить под видом сотрудников правоохранительных органов, что они изобличают в поимке преступников, взять кредит на свое имя, перевезти деньги, для того, чтобы впоследствии денежные средства вернутся, вернутся с 8 процентами, что никаких материальных ущерб они не понесут. Разумеется, никто таких спецопераций не проводит. И если вам позвонили с подобной просьбой, сразу кладите трубку. На удочку мошенников попадаются не только пожилые люди. Как раз наоборот, статистика пострадавших от сепких лап аферистов с каждым годом молодеет, признается Николай Сафронов. Возможно, это связано с тем, что свои сети злоумышленники расставили и в интернете. Горожане наши видят объявление о покупке того вещи или предмета, за который продавец просит предоплату. После того, как предоплата переводится, на указанный счет, в действительности наши граждане предметы и вещи, которые они хотели купить, не получают. Атмосфера праздников, веселья и затяжных выходных – идеальная пора для мошенников. Будьте осторожны и постарайтесь не попасться на уточку злоумышленников. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С 10 января в должность тренера по самбо спортивной школы «Икар» вступил чемпион мира и Европы по боям без правил Максим Тарасов. О своем профессиональном пути и планах по развитию школы тренер рассказал нашей съемочной группе. Максим Тарасов пришел в секцию борьбы 10-летним мальчиком. Спортивная школа «Икар» стала для мастера спорта СССР подзюдо первой стартовой площадкой в большой мир спорта. Когда-то Максим Владимирович сам занимался в этом зале, а теперь тренирует здесь же подрастающее поколение. Его бессменным наставником был Виталий Карлович Михайлов, заслуженный тренер России, который воспитал не одно поколение чемпионов. И в спортивной школе «Икар» Максим Тарасов хочет продолжать традиции своего тренера. Виталий Карлович встречал нас на каждой тренировке с новыми заданиями, с новой энергией, с новыми идеями. И в общем-то занятия, ну в двух-трех словах на самом деле это описать невозможно, потому что я начал заниматься в 10 лет, а закончил в 30. То есть практически 20 лет Виталий Карлович был моим бессменным тренером. И огромный багаж знаний как житейских, так и спортивных, конечно, от него нам достался. Став 17 лет мастером спорта СССР, Максим Тарасов стал мечтать о продолжении карьеры в борьбе дзюдо. Но потом спортсмен все-таки ушел в смешанное единоборство и в 1995 году участвовал в самом первом в России турнире по этому виду спорта. Также Максим Тарасов два года практиковал джиу-джитсу – японское боевое искусство. Хотя у чемпиона и небольшая тренерская практика, но он уже преподавал у юношей, взрослых спортсменов, офицеров и курсантов. Участвовал в организации различных спортивных мероприятий. Я все-таки надеюсь, что мой профессиональный опыт и опыт преподавания, тот опыт, который все-таки у меня был даже после окончания спортивной карьеры, мне позволит помочь нашему тренерскому составу в достижении более высоких результатов. Цель, конечно же, заниматься с ребятами, чтобы в городе узнали, что у нас есть новый тренер, что есть новые идеи, чтобы люди приходили, занимались. В должность тренера по самбо спортивной школы ИКАР Максим Тарасов вступил с 10 января. Желаем новому тренеру профессиональных успехов, высоких спортивных достижений и красивых побед. О себе и своих планах Максим Тарасов рассказал нам в передаче «Актуальное интервью». Смотрите новый выпуск в среду в 19.45. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!